Как на небольшой площади 39 квадратных метров нам удалось вместить и гардероб, и кладовку, две кухни и спальню. Фишечка моей квартиры. Здесь у меня скрыта вторая кухня. Перегородка сделана полностью из стекла. Опять же, хозяйки на заметку. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Добро пожаловать в мой домик Барби. Меня зовут Варапай Аврора, мне 38 лет. Я являюсь руководителем HR небольшой страховой компании. Помимо этого, я занимаюсь организацией мероприятий, фотографирую и веду небольшой блогик в соцсетях. Сегодня я вам расскажу, как на небольшой площади 39 квадратных метров нам удалось вместить и гардероб, и кладовку, две кухни и спальню. Расскажи немножко про дом, про место, где мы находимся. Мы находимся в городе Троицке, Новая Москва. Дом 2018 года постройки. Заехала два месяца назад, купила в прошлом году. Здесь 39 квадратных метров, комната одна по плану. Получается, по факту, здесь маленькая спальня у меня и гостиная с кухней. И плюс нам здесь не было никаких стен, не нужно было ничего убирать. Получается, мы заново все здесь выстроили для себя. Я работала с дизайнером, с Татьяной Красиковой, она была у вас на канале. Да, и, собственно, благодаря ей нам удалось вместить очень много того, чего я планировала, в такое маленькое помещение. Мне хотелось, чтобы у меня были и гардероб, и прихожая, и кладовка, и кухня с секретиком, который мы попозже посмотрим. Да, и все это удалось нам, в общем-то, воплотить. Изначально я Татьяне сказала, хочу розовый домик. Очень люблю розовый цвет. Татьяна немножко, конечно, была в шоке, мне кажется. И, собственно, на разных этапах она сказала, что, в общем-то, лучше не делать много розового, чтобы потом не пестрило в глазах. Вот, и поэтому мы постепенно стали внедрять вот такие вот зеленые элементы. Ну, собственно, получилось все очень гармонично. Живу я здесь одна с моей кошечкой Лукерей. Она уже спать легла. Расскажи про, вообще, в целом про кухню, про ее функционал, про то, из чего сделан сам гарнитур. Угу. Кухня полностью сделана на заказ. Задача была сделать ее под потолок, потому что потолки довольно низкие. И хотелось, чтобы вся мебель у нас удлиняла пространство. Цвет очень необычный. Не знаю, как его описать. Мы, когда его выбирали, в салоне сказали, что это таежный. То есть, он такой и не зеленый, и не синий. Он какой-то такой холодный, синий-зеленый. Я очень переживала, потому что, когда ты видишь маленький выкрас, не очень понятно, что получится. Я очень боялась, что это будет очень темный угол. Он будет давить на меня. Но, в целом, вообще, все получилось идеально. Цвет прекрасный, мне очень нравится. Это МДФ, и здесь очень много мест хранения. Столешница сделана из акрилового камня. Мы не стали делать подоконник, и, собственно, сделали все таким единым полотном. И плюс здесь дополнительно получается и рабочая зона, и просто перекусить можно. Ну, собственно, дополнительная пространство получилось. В фартуке у нас использована плитка-кабанчик. Она рифленая, но при этом ее довольно удобно мыть. Собственно, после приготовления сразу это все вытирается, и ничего на ней не скапливается. Это декоративный кант, чтобы не было видно краев плитки. Кант из керамики и покрашен в цвет плитки. А теперь полезная информация для тех, кто планирует ремонт. Для того, чтобы мыть посуду было легко и удобно, я выбрала смеситель и мойку с измельчителем от японского производителя. Мойка устойчива к резким перепадам температуры и образованию коррозии. Еще тут два специальных покрытия, которые сводят к минимуму шум от брызг воды. Кстати, внутри мойки есть секрет. Встроенный измельчитель. Он помогает избавиться практически от всех остатков еды. Смеситель сделан из надежной качества на латуне. Мне нравится его дизайн. А также удобный вытяжной шланг, с помощью которого можно помыть фрукты, овощи или посуду. Переходите по ссылкам под видео, чтобы узнать больше о продуктах бренда Амайкири. А остальная зона над фартуком покрашена? Что это за краска? Стены покрашены моющейся краской. Цвет мы выбирали во всей квартире одинаковый. Это такой холодный зеленый оттенок. Мы на всех окнах предусмотрели такие розетки, как раз когда новогодние праздники. Можно вешать такую прекрасную гирлянду. Ты говорила, что ты тут еще сидишь работаешь, поэтому, наверное, удобно там заряжать ноутбук как раз-таки. Здесь и ноутбук можно подключить, и рисовать очень удобно, потому что свет хорошо падает. Здесь у меня есть такой скрытый шкафчик. Здесь дополнительные места хранения. Здесь у меня формы для выпечки. Я очень много пеку, поэтому выпечки форм у меня очень много. Духовка, варочная панель. Под духовкой тоже есть выдвижной шкафчик. Там также хранятся формы. Здесь у нас посудомоечная машинка. Место для мусорного ведра, пакетиков, ну и, соответственно, для бытовых расходников. Фишечка моей квартиры. Здесь у меня скрыта вторая кухня. То есть это чистая кухня, а это кухня черновая, скажем так. Добро пожаловать в Нарнию. Здесь столешница из того же камня. Здесь продуманы розетки. Здесь очень удобно подключать всю бытовую технику. Здесь у меня есть винный шкаф. Ну и, собственно, полки все открыты. Очень удобно все доставать, использовать всю утварь. Собственно, здесь происходит весь процесс готовки. Это кухня для гостей, можно сказать. Она такая всегда чистая и аккуратная. А это вообще удобно? Какой кухней ты чаще пользуешься из этих двух? Чаще этой. Потому что я очень часто пеку, поэтому я использую все свое оборудование. У тебя сразу автоматом включается здесь свет? Свет включается автоматом, да, при открытии дверей. И света достаточно. Получается, и рабочая зона подсвечивается, и наверху. Да. Скажи, не мешает дверь, вот когда тебе же нужно, например, руки помыть, ты туда-сюда ходишь, нет? Нет, здесь вполне комфортно. Ты сейчас стол отодвинула, то есть он немножко сдвинут вперед, ближе к гостиной. И, собственно, места мне здесь хватает, я здесь помещаюсь. И мне здесь очень комфортно. Ну, это очень интересное решение. То есть, получается, у тебя там, это, как ты говоришь, грязная, да, кухня? Ну, да. А та чистая. И у тебя так все еще деконтировано красиво. И за счет того, что вся посуда находится в этом углу, здесь мы не сделали навесных шкафчиков, и здесь получается такая открытая стена. Полки тоже из МДФ, все из одинакового материала. Здесь примерно метр двадцать. И ширина столешницы, так же, как и во всей кухне, 58 сантиметров. Ну, это очень удобное решение. А наверху, я только сейчас посмотрела, что это не фальш дверки, а то есть это полноценный, как антресоль получается. Да, здесь антресоль. Здесь получается полностью функциональный угол, где можно хранить то, что редко используется. Рабочая кухня, я ее называю. Здесь также дополнительные места хранения. Здесь у нас хранится посуда, приборы, кастрюльки, сковородчики. А все с доводчиками ящики? Все с доводчиками, да. Наверху у нас также места хранения. Там хранится все то, чем мы редко пользуемся. Мы, имеется в виду я и моя кошка, видимо. Почему я говорю мы, я не знаю. Здесь холодильник. Расскажи, какую сумму тебе обошлась такая кухня? Явно это не дешевое решение, но с другой стороны она того стоит. Да, кухня вместе со столешницей и фасадами мне обошлась около 800 тысяч. Она была полностью сделана под заказ, ну и соответственно всякие вот эти нюансы были продуманы. Получилось не так скажем, что бюджетно. Так как очень жарко в квартире и очень хорошо топит у нас, у меня две батареи здесь и в гостиной. Я одну батарею просто не включаю, поэтому эта батарея у меня все время здесь выключена. И собственно она просто как декоративную функцию больше исполняет. Стол у меня раскладывается в собранном виде диаметр метр, в разложенном 125. То есть человек 6 может? 6 человек вполне комфортно сюда садятся. И собственно вот эти два стула становятся частью этого стола. Похожие столы и стулья можно найти на Marketplace и My Room. Здесь несколько сценариев освещения. Над столом торшер, несколько подвесов и подсветка столешницы. Ну и один из вариантов, да, здесь свет включается автоматически при открывании дверей. Пол это паркетная доска. Ведет он себя пока что прилично. Сильно мокрой зоны у меня здесь нет, потому что я довольно аккуратно все делаю. Я в основном посуду мою посудомойки. Здесь там только фрукты, овощи какие-то, продукты помыть разово. Поэтому мокрой зоны как таковой здесь нет. А дерево, мне кажется, это сосна. Он очень приятный и, я не знаю, будет видно на камере или нет, он тоже розовый. Мы с дизайнером выбирали, мы пересмотрели несколько видов паркета. Нам нужен был именно вот этот холодный розовый поток. В общем, мы его нашли. Красота. У My Room есть свой телеграм-канал. Там анонсы выхода новых видео, скидки и акции от партнеров, а также интересные идеи для ваших интерьеров. Ссылка в описании. А давай поговорим еще про балкон. Сколько он у тебя метражом? Балкон 2,7 квадратных метров. Я его утепляла. Мы его утеплили по периметру, остеклили. Повесили жалюзи, которые мы делали на заказ, они очень удобные. Также здесь у меня открывающиеся створки вместе с сеткой для животных, потому что у меня кошечка, поэтому все безопасно. Окна нам поменяли по программе от города бесплатно, потому что окна выходят на шумную сторону, поэтому менять бесплатно. На полу у нас плитка и здесь теплые полы. Планирую здесь сделать рабочую зону, такую более творческую. Я рисую, поэтому здесь есть мольберт. Когда я закончу со всеми вот этими стройматериалами, уберу их и продам, соответственно, здесь будет такой творческий уголок. Подоконник из того же материала, что и столешница. И сама кухня плавно переходит, как раз таки, в гостиную. Важно было, чтобы было какое-то место для чтения книг. Я очень много читаю. И чтобы была большая библиотека. Но хотелось так, чтобы шкаф не выделялся, а был цельный, как продолжение стены. Поэтому это выглядит, как такая ниша, в которой нам удалось спрятать кондиционер и робот-пылесос. Декоративная ниша. Задняя стенка сделана из крашеного полиуретана. Выглядит она так тоже очень объемно. Моющаяся краска. И этой же краской мы красили ванной. Мы потом попозже ее посмотрим. Полки делали мебельщики. Собственно, как и всю мебель в квартире. Это ЛДСП. Полки, да, сделаны из того же материала, что и сама библиотека. А также здесь есть дополнительные места хранения, где я храню принадлежности для творчества. Очень удобно. Все это скрыто и вписано в общий шкаф. Я не знаю, видно или нет, но здесь вот такие вот декоративные вставки. Еще розовенькие мне сделали. Это тоже такая очень интересная идея. Это мебельщики предложили. И, собственно, очень классно вышло. Мне нравится. А это самое теплое место для Майла Шули. Она сейчас спит. Подоконники, сделанные из материала столешницы. Собственно, как и подоконник на балконе. Все в одном стиле было сделано. Римские шторы делали на заказ. На это окно и на окно в кухне. Здесь у нас большая люстра. Также есть дополнительный источник освещения. Такая лампа. Здесь можно как раз под ней читать. Очень комфортно. И здесь еще есть подсветка. Как картины. Здесь предполагается дальнейшая картина, которую я нарисую и повешу. Высота потолков 2,70. Мы решили не делать натяжные, чтобы не скрадывать именно высоту. Поэтому мы их выровняли и покрасили. Плинтуса из полиуретана. Покрашен той же краской, что и стены. Высота плитусов 8 сантиметров. Перегородка сделана полностью из стекла. С такими золотыми вставками. Собственно, как и все элементы в квартире. Очень тяжелые. И она сфиксирована только наверху. Внизу весь фиксации. И поэтому она так плавненько у нас есть. Закладных нет. Сделано все это на массивных кронштейнах, которые встроены прямо в потолок. Перегородка, так как она тоже сделана на заказ и по моим размерам обошлась ухода в 100 тысяч. Добро пожаловать в мою спальню. А по отделке спальня в таких же тонах, как и остальная квартира, только я вижу на стене какие-то красивые цветы. Скажи, это ты рисовала? Это рисовала не я. Это рисовала художница. Известный блогер. Я думаю, вы ее знаете. Ее зовут Амелина Тюр. Наверное, если нам позволят, мы оставим ссылочку в описании. Она приезжала специально из Питера ко мне. И цветовая гамма полностью соответствует, собственно, такие же холодные оттенки и розовый, зеленый, как и вся квартира. По ширине метр сорок и по длине два десять. А здесь есть места хранения. Полностью по всей площади кровати. Здесь можно хранить постельное белье, но, собственно, очень удобно. Туалетный столик, консоль, собственно, где хранится вся косметика. Очень удобно. И лампа. Целая гардеробная. Очень удобно. Сделана полностью до потолка. Так же, как и вся мебель. Тоже увеличивает пространство. У меня даже нет столько вещей, чтобы хранить в этой огромной гардеробной. И здесь еще есть такое же зеркало, как и везде у меня в прихожей, в ванной и здесь. Здесь все одного формата. Овальные зеркала. Гардеробная 1,7 квадратных метров. Это ЛДСП. Тоже под заказ у тех же мебельщиков, что и вся мебель в квартире. Освещения не очень много, потому что это спальня, и хотелось, чтобы был такой полумрак. Поэтому у меня здесь есть такая таблеточка освещения в гардеробе. лампа для того, чтобы можно было сделать макияж и такой брат для чтения с гибким шлангом. Очень удобно. Слушай, скажи, ты подбирала здесь по цвету, признавайся, всех предметов, которые в этом стеллаже? Ну, честно говоря, нет, так сам впал. Но какие-то вещи, конечно же, я докупала, как любитель розового цвета. И такие же элементы, например, латунь, это мне уже дарят коллеги в мой новый интерьер, чтобы все было в одном стиле. С тобой легко, тебе точно знаешь, что подарить. И еще у тебя здесь есть проигрыватель такой симпатичный. Да, это была моя мечта. Я очень хотела купить себе проигрыватель. Собственно, я ее осуществила, он теперь у меня есть. Это я сажусь на подушке спальни и проецирую на пустую стену. Подписывайтесь на все площадки InMyRoom, там очень много классных идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником следующего выпуска, то присылайте свои готовые проекты вот на эту почту. Вот мы оказались наконец-то в прихожей. Сразу бросается в глаза такое красивое напольное покрытие. Давай немножко про него поговорим. На полу у нас керамогранит. Он тоже в таких же оттенках, как и многие детали в квартире. Он такой зеленый. И чем он удобен? Здесь не видно никакой грязи. А стык просто проклеен. Здесь нет никаких порожков, ничего. Просто проклеили клеем, по-моему, или силиконом. Такой плавный переход от доски к керамограниту. Это MDF-панель. Сделана из того же материала, покрашена той же краской, что и моя кухня. А птички это с известного китайского сайта. Такой декоративный элемент. Они так смотрятся необычно. И сюда можно повесить верхнюю одежду, сумки, зонты. В общем, чтобы все это было очень красиво смотрело. Двери в кладовке сделаны из того же материала, что кухня и панель. Это моя кладовка гардеробная. Здесь 1,2 квадратных метра. Очень удобная полочка для хранения. Ну, собственно, все можно в коробке хранить, все, что не используется. Здесь хранится гладильная доска, верхняя одежда и также моя обувь. Щиток спрятан. Все красиво, все подписано. Спасибо моим строителям, которые это сделали. Здесь такая же таблеточка, как и в гардеробе. Дверь делалась под заказ и это была большая моя просьба. Я очень хотела, чтобы не было никаких дополнительных рамок, ничего, ни глазков. Не хотела, чтобы это было прям полотно, которое дополнительно будет увеличивать и площадь квартиры, ну и, собственно, перед которым можно покрасоваться. Дверь стоит 150 тысяч, поэтому я считаю, что вполне себе такая хорошая цена. Дополнительно за то, чтобы сделали вот это зеркало, я не доплачивала. Это все входило изначально в стоимость. В прихожей у меня две такие шикарные люстры. Заказывала я их из Европы и за счет необычной такой своей формы они еще дают такой рисунок на потолке и на стенах. А здесь у меня находится моя ванная. Сразу бросается в глаза, что дверь выкрашена с другой стороны в розовый тоже цвет. Расскажи здесь про отделку. Да, дверь мы делали с той стороны зеленый в цвет стен коридора, а здесь, соответственно, в цвет стен самой ванной. Часть стен мы покрасили моющейся краской, часть сделали такой плиткой кабанчик. И если присмотреться, можно увидеть, что она разной фактуры. Здесь она такая ребристая, а здесь она просто глянцевая, гладкая. Здесь такой же, кстати, прием, как и на кухне, в плане вот этого керамического кантика. И он уже выкрашен. Да, это то же самое. Мы покрасили цвет стен так, чтобы не было видно ребер плитки. Опять же, хозяйки на заметку. Я когда выбирала, что мне сюда поставить, либо стеклянную перегородку, либо повесить шторку классическую, все писали в возове, что стеклянная перегородка, это нерационально, что там все время будут брызги воды. Поэтому я купила себе вот такой скребок. После того, как ты принесешь душ, сразу скребком брал воду. И, собственно, вот она всегда в идеальном состоянии. Раковину делали под заказ, выкрашивали в определенный тон цвета, собственно, как и саму вот эту панель. Панель МДФ. Искусственный камень. Хранение, да, довольно удобное. Там можно хранить зубные щетки, расчески. Ну, собственно, все спрятано, все скрыто, очень удобно. Шкаф тоже делали под заказ. Он занимает целый угол, и он довольно вместительный. Здесь у нас поместилась стиральная машинка. Собственно, все расходники, полотенчики. Очень функционально удобно. И наверху у нас тоже дополнительные места хранения. Шкаф МДФ. Пользуется он пока что 2 месяца, поэтому ведет себя очень хорошо. Но он покрыт эмалью. И эта эмаль влагостойкая. То есть она именно специально делалась для ванной комнаты. Ей это предусмотрено, что оно должно стоять на влажном помещении. Я переживала, думала, что будет очень сильная тряска, что машинка будет выходить из шкафа. Но в целом такого нет. Я не знаю, может быть, это от модели именно самой стиральной машинки зависит. Она работает довольно тихо, и она не вибрирует. А по поводу влажности сложно сказать, потому что, опять же, я мало использую. Но я стараюсь, когда машинка стирает, открывать двери, потому что я на ночь ставлю стираться, сушиться, и дверь в ванной открыта. Здесь скрыты коммуникации. И это тоже панели МДФ. Одна обманка, одна функциональная часть. Вот этой обманкой мы зашили вентиляционный короб. А здесь все коммуникации. Бойлера нет. Не стали ставить, чтобы места было больше. Здесь несколько сценариев. Есть потолочное освещение, и есть вот такие уютные лампы. Когда принимаешь ванну, можно включить вот такой полумрак сделать, и, собственно, очень уютно. Очень необычная плитка. За счет вот этого рисунка кажется, что это единое полотно. Да, это датчики протечек. К сожалению, не работают. То есть они постоянно срабатывают. Что мы уже не делали. Я почитала в отзывах, что может от теплых полов срабатывать. Мы их переворачивали с нашими рабочими. В общем, ничего не помогло. Они постоянно срабатывают, постоянно перекрывают воду. Поэтому, если вы знаете, что делать с неработающими датчиками, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, вот здесь можно изловчиться, подлезть и открыть. Вот и подошел к концу наш рум-тур. Я была рада видеть вас у себя в гостях. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!